МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга. И мы продолжаем следить за новостями муниципалитета. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Ленинский муниципальный район преобразован в городской округ. Видим для себя только позитивные изменения. В деревне Боброво откроется самая большая в районе школа. У нас отдельный блок начальной школы, он трехэтажный. Отдельный блок старшей школы, он четырехэтажный. Филиалу Центра социального обслуживания «Вера» в поселке Развилка исполнилось три года. А кто у нас катается на машинке? Тигр и медведь. В Московской областной думе рассмотрели законопроект об организации местного самоуправления на территории Ленинского муниципального района. Докладчиком выступил глава муниципалитета Валерий Венцель. Он рассказал, что еще 24 апреля им было инициировано объединение всех территорий в городской округ. Согласно проекту, для него установлено число депутатов в количестве 30 человек. Все они будут избираться по одномандатным округам. Исторически сложилось так, что на территории Ленинского муниципального района всегда проходили выборы в Советы депутатов сельских и городских поселений Совет депутатов Ленинского муниципального района по одномандатным избирательным округам. Таким образом, ни права партии, ни права граждан, которые баллотируются, не ущемляются. И поэтому для нас эта форма наиболее подходящая. Областные депутаты рассмотрели законопроект в трех чтениях, одобрили и приняли за основу. Теперь в ближайшей перспективе территориальная избирательная комиссия Ленинского района должна назначить выборы. Но не позднее шести месяцев. Городской округ будет сформирован в границах существующего муниципального района. И такое объединение позволит сэкономить муниципалитету 150 миллионов рублей. Видим для себя только позитивные изменения. Понимая о том, что следующий год для нас будет годом переходным, в связи с тем, что уже бюджет будет приниматься районом и поселением, а исполняться будет уже городским округом, мы понимаем, что в следующий период нам необходимо будет подготовить дополнительно и финансовую составляющую, и налоговую базу еще подработать для того, чтобы уже с 2021 года осуществлять уже непосредственным управлением бюджетом органами местного самоуправления городского округа. Преобразование Ленинского района в округ завершило реформу системы местного самоуправления, которая проводилась в Московской области с 2014 года. Самая большая школа в Ленинском районе 1 сентября откроется в деревне Боброво. Тут смогут учиться почти 1400 ребят. Как продвигается строительство, проверили депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов и наша съемочная группа. Самая большая школа муниципалитета построена в центре микрорайона Восточная Бутова на улице Лесной. Она рассчитана почти на 1400 учеников. Все они с комфортом разместятся в большом здании, состоящем из трех корпусов. У нас отдельный блок начальной школы, он трехэтажный, отдельный блок старшей школы, он четырехэтажный, там же кабинеты спецпредметов. И второй блок, который за моей спиной, как раз сконцентрирован, это общая зона, где расположены спортивные залы, столовая, приемы пищи зал, актовый зал, то есть это такая уже объединяющая территория. Туда же и основной вход с раздевалками. Проверить, как продвигается строительство, приехал депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов. Вместе с представителями районной и местной администрации он проверил все основные помещения новой школы. Это основной спортивный зал, самый большой, здесь финишные работы уже ведутся, стены сейчас подводят под окраску, дальше спортивного класса веноми мы сделаем. Полезная площадь здания почти 19 тысяч квадратных метров, при школьной территории полтора гектара. Школа имеет четыре спортивных зала, основной два дополнительных и оборудованный фитнес-зал, а также большой актовый зал балконной ложи и звукоизоляции на 850 человек. Есть здесь и пищеволок для приготовления завтраков и обедов, а также большая столовая. Вот это просторное помещение – будущее столовое строящейся школы. Здесь одновременно смогут обедать 760 человек. Классы рассчитаны на 25 человек, каждый будет оборудован интерактивной аппаратурой. Есть также специальное помещение для групп продленного дня, где младшие школьники смогут не только позаниматься, но и отдохнуть. На прилегающей территории четкое зонирование. Все площадки разделены по возрастам. Совсем скоро здесь появится школьный огород. Есть зона воркаута, то есть спорт, безусловно, тоже имеет место быть. Стадион большой с футбольным полем и беговой дорожкой. Футбольное поле у нас сделано с искусственным покрытием, причем мы предусмотрели дренаж под площадью всего поля. Отсутствие ступеней на входе и порогов внутри здания, лифты в каждом блоке грузоподъемностью 630 килограммов. Словом, школа полностью адаптирована для маломобильных граждан. Комиссия осталась довольно увиденным. Спортивный комплекс фантастический, могу сказать, что национальных команд. Такого качества спортивных залов нет. Комиссия осталась очень светлая, большой размер. Ну и, конечно, актовый зал – это что-то фантастическое. Здесь можно проводить любые мероприятия. Интересные колористические решения, интересное, как сказать, соблюдение правил инсталляции, потому что мы сегодня прошли почти по всем этажам, по многим помещениям заглянули. Все помещения очень светлые, все хорошо очень проветриваются. То есть это высокотехнологичное действительно оборудование дано. Сейчас идет финишная отделка, сборка и монтаж оборудования, а также благоустройство территории. На объекте трудится около 300 человек. Руководитель проекта уверяет, 1 сентября этого года школа сможет принять своих первых учеников. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Здание больницы в Расторгуевской части города Видное, в котором располагаются 3-е хирургическое и офтальмологическое отделения Видновской районной клинической больницы, а также кожно-венерологический диспансер, планируют закрыть на капитальный ремонт. Как и где будет оказываться медицинская помощь для пациентов отделений в этот период, расскажем в нашем следующем сюжете. Построенное еще более полувека назад, здание больницы в Расторгуеве давно поизносилось. Потрескались стены, облупилась краска, кровля не выдерживает обильных дождей. И хотя сотрудники учреждения как могут поддерживают порядок в больнице, капитальный ремонт здесь просто необходим. Известие о том, что работы начнутся в ближайшее время, стало хорошей новостью для тех, кто здесь трудится. В здании планируется полный капитальный ремонт, замена всех коммуникаций, потому что с момента запуска в эксплуатацию данного здания не ремонтировались. Поэтому необходимо выполнить этот ремонт, чтобы для дальнейшего комфортного пребывания наших больных в этом здании. Профинансирует капитальный ремонт правительство Московской области. Для этих целей по губернаторской программе здравоохранения Подмосковья выделено 105 миллионов рублей. Уже определилась строительная компания, которая будет проводить работы. И совсем скоро обитатели этого здания переберутся на время в другие учреждения здравоохранения Видного. Располагаться они будут по следующим адресам. Кожное нейрологическое отделение, вокзальное, дом 8. Третье хирургическое отделение и отделение офтальмологии в стационаре, в здании основного стационара по адресу заводская, 15. Третье хирургическое отделение временно разместится во втором хирургическом отделении. А в отделении травматологии уже подготовили палаты для пациентов из офтальмологии. Василий Головчак, заведующий травматологическим отделением, уверен, тесно никому не будет. Мы поделимся площадями, выделим им три палаты. Это по пять коек, это 15 человек. Будет еще одна одноместная палата под процедурную отдельно. Будет отдельный сестринский пост. Но часть коек придется поставить в холле, не без этого. Подбор отделений, которые на время могут стать соседями, определился не случайно. Те же офтальмология и травматология могут находиться на одной территории. Это чистое отделение, и отделение травматологии подразумевает лечение чистых, я имею в виду негнойных больных. И наши специальности в этом плане совпадают. То есть мы друг другу в этом плане конфликт не представляем для друг друга. То есть операционные ваши тоже будут для них открыты? Оперблок. У них будет своя отдельная операционная, в которой будет стоять микроскоп, поскольку лечение автоматически больных требует свои специфики. Но это будет, в общем, при привлоке в чистом. Точный срок переезда будет определен дирекцией единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области. Татьяна Брылова, Алена Ключникова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Филиалу Центра социального обслуживания «Вера» в поселке Развилка исполнилось три года. За это время здесь получили реабилитационную помощь сотни взрослых и маленьких жителей Ленинского района. За буднями работников учреждения наблюдала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Максима Козлова. Сотрудников в Развилковском филиале Центра социального обслуживания «Вера» немного. Всего девять человек, плюс несколько приглашенных специалистов. По мнению руководителя заведения Владимира Панова, за прошедшее со дня основания Центра «Время» удалось сделать немало. За эти три года установился устойчивый профессиональный коллектив. Нам помогают хорошо спонсоры. Мы оборудовали все помещения, комнаты. У нас современная хорошая аппаратура. Оборудование здесь действительно уникальное. Например, эти приборы позволяют тренировать дыхание. Дыхание горным воздухом. Это аппарат, который вырабатывает такую газовую смесь с пониженным содержанием кислорода. А тот аппарат – это концентратор кислорода, который вырабатывает 95% кислорода. Оксигенотерапия, гипокситерапия. Заходя в сенсорную комнату, словно попадаешь в сказочный мир. Здесь сделано все, чтобы ребенок мог и расслабиться, и при этом заняться творчеством. Это комната, в которой ребенок может получить много разных ощущений. Вот сенсорика, да, это ощущение. И она, в принципе, на любой возраст и на любое состояние. Даже с этими губиками. Ребенок, который с трудом может что-нибудь строить, что-нибудь все-таки может построить. Чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья почувствовали себя успешными. Вот главная задача специалистов Центра Вера. Социальная реабилитация происходит и адаптация в окружающем мире через участие во всероссийских конкурсах поделок рисунков, в областных, в региональных. И вот эти дипломы, сертификаты, благодарственные письма, они подтверждают участие наших ребят. В логопедическом кабинете тишина и покой. Вниманием ребенка управляет преподаватель. Один, два, три. Сколько? Три. Молодец. А кто у нас катается на машинке? Тигр и медведь. А в физкультурном зале, напротив, неудержимое веселье. Причем вместе с детьми занимаются и взрослые. Работать с нарушениями двигательного аппарата – нелегкая задача. Зависит все от ребенка, все от родителей. Если родитель желание имеет, прежде всего, он водит ребенка каждый день и занимается с ним каждый день. Помимо традиционных занятий по реабилитации, внедряют в Центре Веры и довольно экзотичные методики. Главное, чтобы детям нравилось. Здесь вы видите поделки наших ребят, которые занимаются бусиной, бусинотерапия. Вот они уже целый год занимались, участвовали в конкурсах, тоже есть сертификаты. Здесь занимаются и родители, то есть родители и бабушки и дети одновременно со специалистом-педагогом, который к нам приходит. Какой реабилитационный центр без кабинета массажа? Причем услугами массажиста пользуются не только дети с ограниченными возможностями здоровья. Как свидетельствует статистика, массаж необходим практически каждому ребенку. Много нарушений осанки, больше, чем раньше было. Потому что их и в школе не учат правильно сидеть. Ну, в общем, родители мало внимания уделяют. Сеанс длится 15-20 минут. Ну, делаем курсом 10, потом перерыв месяца 3, потом снова 10. Елена Глашнева с мужем привела в центр двух сыновей. И пока папа с одним из детей осматриваются, мама заполняет необходимые документы. Узнала от друзей, которые ходят сюда. Что хвалят, что говорят? Хвалят, потому что здесь и занимаются, и детям очень нравится. Как вот пришли попробовать. С начала года здесь уже смогли поправить свое здоровье более 180 детей. Причем не только с ограниченными возможностями здоровья. Очень много детей с плоскостопием, с нарушениями осанки. Просто часто болеющие дети. У нас в итоге получается примерно 70% это часто болеющие дети. Вот с различными такими нарушениями, которым требуется комплексная реабилитация. И процентов 30 это дети-инвалиды, детский церебральный паралич, дети с аутистическими расстройствами, дети так называемый синдром дефицита внимания. За ежедневными заботами три года пролетели незаметно. В планах развилковского центра «Вера» получение лицензий на дополнительное образование, чтобы можно было привлекать еще больше специалистов и внедрять различные учебные программы. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин, Видное ТВ. Гроза или шквалистый ветер за окном могут стать причиной неприятных чрезвычайных происшествий, которые можно было избежать, если следовать советам, о которых предупреждала МЧС. Во время ухудшения погодных условий всем на мобильные телефоны приходит сообщение от МЧС с текстом «Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями». Однако мы не всегда следуем этим советам до того момента, пока не произойдет несчастный случай. Александр Филатов проживает в доме номер 12 по проспекту Ленинского комсомола с 1971 года. Почти всегда паркует свои старенькие «Жигули» на одном и том же месте. На этот раз ему не повезло. От порыва ветра сломалась пополам растущая неподалеку береза и упала прямо на крышу его машины. Купил газету на площади, приехал, поставил машину. Сижу в машине, читаю газету, жду, когда жена спустится, чтобы поехать на дачу. Вместо этого сверху получил удар деревом. Деревья в этом дворе растут в непосредственной близости от парковки. Некоторые из них действительно представляют опасность. Вот, видите, наклоненные. И порыв ветра, и это дерево упадет на машину. И это бы хорошо, макушка упала маленькая. А если бы упало вот это вот дерево, такое в обхвате, что было бы с машиной? К счастью, пострадали только «Жигули». Но всё могло быть гораздо хуже, если бы наш герой не сидел в салоне, а находился возле своего автомобиля. Кстати, если бы дерево падало в противоположном направлении, вполне могло попасть на территорию Видновской прогимназии. Постоянно вот дети у нас же бегают здесь и гуляют. Если упадет дерево на ребенка, может несчастный, что произойдет случай. Надо всё-таки деревья проверять, какая-то должна быть служба. И если дерево под подозрением, что оно может упасть, лучше его спилить, потому что это опасно в первую очередь для жизни. На место была вызвана бригада сотрудников Дорсервиса, которые оперативно устранили проблему. Упавшая часть дерева была распилена, а оставшиеся висеть на проводах ветки убраны. Дерево это устранили, потому что вот на машину упало. А дальше владелец этой машины должен обратиться к заявлению к своему участковому, чтобы дальше уже проблемы решать. Характер ветреной погоды в ближайшие дни сохранится, так что будьте внимательнее и осторожнее. Дмитрий Книга, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ. Дети из поселка Развилка проводят лето с пользой. Они еженедельно посещают библиотеку и принимают участие во всех спортивных и творческих мероприятиях, таких как, например, танцевальный марафон под названием «Летние конфетти». Анастасия Воронина продолжит. Для большинства детей лето – любимое время года. Пора, развлечений и отдыха. А что может быть лучше зажигательных движений под веселую музыку на свежем воздухе? Центр досуга Дроздова порадовала мальчишек и девчонок поселка Развилка танцевальным марафоном под названием «Летние конфетти». Уже второй год подряд летом сотрудники центра делают развлекательные программы для тех, кто хочет провести каникулы с пользой. В этом участвуют все, кто захочет. Никаких возрастных ограничений. От самых маленьких малышей до самых взрослых-взрослых. Тех, кто готов участвовать, готов быть на позитиве и активно проводить время. Хореограф-постановщик Лидия Волкова составила танцевальную программу так, чтобы движения были простыми, а музыка веселой. Лето – это когда дети предоставлены, в принципе, сами себе, по большей части, потому что уже нет ни школы, никаких кружков, никаких дополнительных занятий. И они просто играют, бегают, энергии много, надевать ее куда-то надо, и нужно направлять в правильное русло, потому что это в любом случае тоже воспитание, это в любом случае культурно-досуговая, социально-культурная деятельность с детьми. Поэтому это все нужно внедрять, и обязательно, чтобы дети постоянно чем-то занимались. Этот марафон был похож на флешмоб, в котором дети старались синхронно повторять забавные движения. Мне очень все понравилось, и там было так весело. Эти, ну, не каждый день, конечно, и, ну, очень классно. А юный блогер Данила Андреев совместил приятное с полезным. На танцевальный марафон он пришел, чтобы снять видео для своего YouTube-канала, но не смог удержаться и пустился в пляс. Я танцую вообще очень редко, но когда есть случай, почему бы не потанцевать. Я люблю танцы, потому что я могу в них выражать свои эмоции. Марафон еще не раз повторится, поэтому можно еще успеть потанцевать до конца лета. А уже в сентябре Центр досуга Дроздова планируют открыть в поселке Развилка театральную студию, занятия в которой будут насыщены и интересны детям абсолютно разного возраста. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На сегодня новостей больше нет. Всего доброго и до свидания.